День Республики 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 Не только налогов в виде НДФЛ, но еще и страховых взносов, которые составляют порядка 30,4%. В этой связи мы согласовали и в новой редакции скорректированной индивидуальной программы введена новая мера поддержки, которая будет реализовываться уже с будущего года. А это субсидирование до 75% затрат по возмещению страховых взносов, которые уплачивает предприниматель на каждое рабочее место. Самозанятые республики пополнили в этом году бюджет региона почти на 10 миллионов рублей. На сегодня в Калмыкии зарегистрировано около 2900 граждан, работающих на себя. Сумма полученного ими дохода, по данным республиканского ФНС, составила 371 миллион рублей, а сумма подлежащего к уплате налога – 12,3 миллионов рублей. Из них 80,5% уже уплачено. Напомню, налог на профессиональный доход в нашей республике был введен с 1 августа 2020 года, прежде всего для вывода из тени определенной категории предпринимателей и предоставления им выгодных условий для легального бизнеса. Согласно данным регионального управления Федеральной налоговой службы, в основном самозанятые республики занимаются автоперевозками, торговлей продукцией собственного производства, оказывают косметологические и парикмахерские услуги. Зарегистрировавшись в качестве самозанятого, предприниматели не обязаны уплачивать страховые износы. Это первый момент. Второй момент, который, на мой взгляд, тоже довольно-таки важный, это то, что нет необходимости приобретать контрольно-кассовую технику. Все чеки формируются посредством использования приложения «Мой налог» и в автоматическом режиме передаются данные в налоговую службу. Третье, то, что нет необходимости сдавать налоговую отчетность. Ежемесячно налоговый орган самостоятельно присылает квитанции в приложении «Мой налог» и предприниматель уже оплачивает. Стать самозанятым можно, не выходя из дома, скачав приложение «Мой налог» и зарегистрировавшись там, либо там посредством использования госуслуг приложения. Если у нас предприниматель осуществлял деятельность на упрощенной системе, на ЕСХН и так далее, став самозанятым, у него возникает обязанность в течение одного месяца закрыть иной объект налогоблажения. То есть, если он зарегистрировался в течение месяца, он должен закрыть объект УСН, ЕСХН, патенты и так далее. Нельзя применять два режима одновременно. Бережное отношение к природе, снижение временных и транспортных затрат – все это про новый проект «Стоп-бумага», к которому присоединился Калмыцкий Росреестр. Проект направлен на переход от бумажных документов к электронным. Сейчас оцифровывается весь архив, а с конца октября ведомство на первом приеме сканирует оригиналы документов и сохраняет их только в цифровом формате. Наши специалисты оцифровали почти 400 тысяч дел правоуслужащих документов. Это вся история объектов недвижимости на территории республики. Представьте, какая колоссальная работа была проделана. Наши размеры архивного помещения каждый год росли в геометрической прогрессии. А теперь вся информация хранится на определенных серверах и на площадях значительно меньше, чем занимали бумажные носители. Для успешного перехода к более экологичному и оперативному формату работы всем пользователям государственных услуг необходимо сообщить свой адрес электронной почты специалистам Росреестра. Это можно сделать на официальном сайте управления. При подаче заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав в отделах МФЦ заявители указывают контактные данные, в том числе и электронный адрес, что способствует быстрому и удобному информированию о результатах получения услуги. Прокуратура Ишалтинского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверка установлена, что 7 местных жителей, обладая правом на управление транспортными средствами на основании водительского удостоверения, имеют при этом медицинские противопоказания. Они состоят на учете в республиканском психоневрологическом диспансере. В соответствии с законом, ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением, является основанием для прекращения действия права на управление транспортными средствами. Прокуратурой района в суд направлены административные иски о прекращении действия их права управления транспортными средствами, которые рассмотрены и удовлетворены. Продолжение следует...